Правительство России признало разведение мухи черная львинка особым видом сельскохозяйственной деятельности. Насекомое может стать источником альтернативного белка и ценного жира. Короче, нам предлагают питаться вот этой дрянью в обозримом будущем, а может уже кормят. И это никакая не теория заговора. Соответствующее постановление за подписью главы кабинета министров Мишустина появилось месяц назад, 10 октября. Вот оно. Так что кушайте, не обляпайтесь, дорогие россияне. Да что ты, черт побери, такое несешь? Нет, вот сейчас понесу черная львинка или черный солдатик. Крупная муха родом из Центральной и Южной Америки. В условиях российских морозов не выживает. Продукция из нее получается разнообразная. От муки тонкого и грубого помола, гранул и пюре из личинок. До мух живых, охлажденных и даже замороженных. Используют этот аппетитный набор в различных отраслях. От фармацевтики и косметологии до кормовой и даже пищевой промышленности. Питательную ценность представляют не взрослые особи, а личинки. Слушайте, я не могу это читать. У меня уже тошнота вот сюда подступила. А как представлюсь, что есть он и придется вообще мутить не по-детски. Начинает, господи, на дворе 21 век. Россияне на полном серьезе планируют питаться мухами из Южной Америки. Как думаете, это уже рывок, прорыв, толчок или пи***к? Пишите в комментариях. Это реальная журналистика. Мы строили, строили и, наконец, приплыли. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Впрочем, это еще не все подарки от нашего правительства. Знаете ли вы, что министры с подачи главного безопасника страны Патрушева прямо сейчас носятся с идеей очередного запрета, который шарахнет по башке нам всем, конечно же, и не им? Нет. На этот раз слуги народные планируют запретить импорт некоторых непродовольственных товаров, в частности, одежды и бытовой химии. По мнению авторов инициативы, это как-то должно помочь отечественному производителю. Даже цифры некие пропагандистами приводятся. Не знаю, с какого потолка взяты. И типа объем этого рынка в текущем году составил 28 миллиардов рублей из них. Больше половины иностранцев вороги. Их вражеская продукция. Трубим головы этой гидре. Мы сами можем шить не хуже Лагерфельда, потому что... Ага, а стирать будем хозяйственным мылом. Че нам это тает? Если кто не видел, у меня есть там... Я нашел два... Давай я сейчас в офтопс, что называется. Значит, два товара. Я вчера у кого-то в ленте нашел. Просто у меня что-то скроллил. Так, скроллилась и раз. Это два товара антистресса. Маленькие, два члена таких. Один называется пи***няша. А я нашел им третьего брата. Он называется за***к. Он один. Он дешевле. Вот этот тупик у меня вынесет в качестве заголовка. Ура, ты мне с языком, молодой человек. Посмеялись и будет. Возвращаемся к нашим баранам. А я думаю, что данный шаг ничего не изменит для российского производителя. В плане развития, конечно же. Ну сколько раз мы с вами поднимали эту тему в наших эфирах. Да я со счета сбился. Импортозамещением в Российской Федерации занимаются примерно с 2007-2008 годов. Именно тогда эта тема возникла. Ее начали плотно качать. А после крымской весны оно вообще чуть ли не национальным проектом стало. Тогда, к слову, мы впервые услышали вот эти вот прекрасные слова. Санкции, контрсанкции. Помните? А помните, как в 2014-м запретили у ВОЗ из недружественных стран мясо, колбасных изделий, морепродуктов, овощей и фруктов? Помните? 10 лет прошло, и у нас может быть количество животноводческих ферм резко выросло, или там птицы фабрик. Магазины, может, завалены дешевым российским мясом, а российская рыба стала доступным продуктом, который каждый день едят пенсионеры. Или, может быть, колбаса на прилавках качественная появилась, сыры хорошие. О мухах, вон, спустя 10 лет рассуждаем, давайте жрать муха, ага. О том, что программа импортозамещения провалилась, говорили ведь в том числе на самом верху импортозамещения закончилось банальным импорторасхищением. Ну, насчет комиссии по борьбе с коррупцией я могу сказать только одно. Это дело, конечно же, руководство Государственной Думы. Вот, мое мнение таково. Уважаемые друзья, не отдавайте это оппозиции. Потому что это самая благодатная тема, и вы сами отлично это знаете. Сделайте так, чтобы борьбу с коррупцией возглавила Единая Россия в Государственной Думе. В противном случае количество упреков по поводу концентрации жуликов и прочих неблагонадежных элементов будет только расти. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Хотя дело тут не только в коррупции, но и в экономической модели государства в целом, в той экономической системе, которую выстроили наши чиновники, в том, как работает банковский сектор. Ни для кого не секрет ведь, что любое производство – это вложение. К тому же сельхозпредприятию нужна земля, нужны трактора, комбайны какие-нибудь, посадочный материал, семена, если они что-то выращивают, или фермы, корма, если разводят скотину. Когда мы говорим о фабрике по пошиву одежды, скажем, необходимы помещения, станки, швейные машинки, ткани, краски, фурнитура и бла-бла-бла. Все это называется средствами производства, короче говоря, изначально. В любое производственное предприятие нужно вложиться, и нехило так вложиться, а кто будет вкладываться-то? Потенциальных инвесторов всех распугали, иностранные бизнесмены, вон, то и дело, жалуются, что в России у них отбирают бизнес. Просто потому, что они иностранные бизнесмены. Послушайте, а чего мы не национализируем просто эту Икею? Все эти склады, все эти магазины, там работают наши люди, они сейчас останутся без работы. С какой стати? Это наша земля, мы их сюда пустили. Они ведут себя по-свински, они нарушают все приемлемые нормы, мы опять будем думать, что нам надо закон для этого принимать, еще чего-то? Белорусские фабрики скопируют всю продукцию, которую делает Икея, на счет раз. Кнопочку нажали и все. С банками нашими в нынешних условиях в принципе связываться никто не хочет, потому что не знаешь, чего от них ожидать. У нас ЦБ полгода к ряду рубль спасает от падения, поднимая при этом ключевую процентную ставку чуть ли не ежемесячно, а прилетает обычным коммерсом. В октябре до 15% ту ставку увеличили, что это значит? А это значит, что в коммерческом банке предприниматель получит кредит по ставке от 20%. Да он такой процент не отобьет никогда в жизни. Тем более, что производство это долгоиграющая история. Прежде чем бизнесмен начнет получать прибыль, потребуются годы, но банк столько ждать не собирается. Банкиры хотят получать назад свои деньги уже через месяц. А мы вот тут и график платежный вам нарисовали, получите, распишитесь. Вот этот трактор и вот этот вот дискатор, да, это 15 миллионов рублей. И вот еще 11 миллионов, второй трактор. Вот и такие приходится денежные средства где-то добывать. Это надо, вы представляете, какую надо иметь урожайность? Вот если вдруг с завтрашнего дня европейские страны, они основные поставщики семян, вот, вдруг нам перетерпнут и откажутся, то у нас будет проблема с семенами овощей, проблема с семенами соли, очень большая проблема с семенами подсолнечника, сверхбольшая проблема с семенами сахарной свеклы. Я, я в а... Кстати, раз о кредитах заговорили, цифры как раз интересные подвезли, долги россиян и бизнеса по займам превысили, внимание, 100 триллионов рублей. Чего, блядь? Вы не ослышались, общий объем выданных россиянам и предпринимателям кредитов вырос за 9 месяцев текущего года на 19% и составил в абсолютных цифрах 101,2 триллиона. Все это следует из данных регулятора нашего Центробанка. 100 триллионов, друзья, это годовой бюджет Российской Федерации за 5 лет, из них бизнес торчит растопщикам 70. Остальные 30 это долги населения. Надо ли объяснять, что как минимум треть, наверное, вот этой задолженности, это невозвратные кредиты. Эти деньги никто никогда не вернет, а значит, они не вольются в экономику страны, а значит, не будут работать на ее развитие, на наше будущее. Пустышка, цифры в компьютере, не обеспеченные ничем, вот что это такое. Кто берет кредиты? Я постоянно об этом говорю. Ну, как можно в тяжелые времена еще увеличивать тяжесть, которую ты и так несешь? Ипотечные кредиты, потребительские кредиты. Вы знаете, что сейчас, вот сейчас появилась информация, что потребительские кредиты опять вышли на докризисный уровень. Ну, что это? Ну, что это такое? Потреб... царствует. Потреб... 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 ну, сколько можно говорить? Потреб... потреб... превратишься... Понятно же? Ага. И на фоне всего этого чиновники предлагают еще раз изнасиловать эту несчастную российскую экономику с особым цинизмом. Давайте по рынку непродовольственных товаров теперь жахнем, пусть и там тоже ж... Что случится? И вот в такие моменты мне просто хочется задать вопрос, мозги вообще есть? Или в башке одни лозунги остались? Зачем ломать то, что и так работает? Оно уже работает! Это предприятие малого и среднего бизнеса, которые дают рабочие места, которые дают налоги в бюджет и так далее, и тому подобное. 28 миллиардов на том рынке крутится, хотя я уверен, что это чушь. Там гораздо больше хотите импорта заместить, да ради бога, флаг в руки и ветер в горбатую спину. Вы только сначала сделайте что-то, что будет вместо, а потом запрещайте, создайте эти производства или помогите им появиться. Откладьте их работу, настройте все, чтобы как часы только потом с запретами своими полезете. Потому что плавали, знаем. Давайте для убедительности еще раз в 2014 вернемся и вспомним, что случилось тогда. Я хочу сказать, что санкции это не то, что нас не сломит, это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора и нищеты 90-х годов! Отрыжка болотной площади. Правильно. Что никогда Россия на коленях стоять не будет. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. Сколько можно, ёп? А теперь ответьте мне просто, по кому контрсанкции-то ударили в первую очередь именно? По нашим соотечественникам я очень хорошо помню этот год. Помню, как предприятия начали схлапываться одно за другим. Ну, совместные предприятия, в смысле совместные с иностранцами. Так вот, они пачками закрывались, особенно в крупных городах, потому что мы сказали, норвежской рыбе нет, например. Вот только норвежской-то рыбе на это оказалось чихать. Зато наши соотечественники, кто без бизнеса остался, кто без работы. Наши граждане, повторюсь, под раздачу попали. Гойда! Ура! А я тогда в Москве жил, Москва пустела буквально на глазах. Десятки тысяч людей ежедневно оказывались на улице и уезжали обратно в свои регионы водку пить, видимо. Ну, потому что нет работы, чё в Москве-то сидеть. Пустующие торговые центры тоже хорошо помню, а вы? И десятки вывесок на каждом втором здании. Сдаётся, продаётся. Там ещё вчера были магазинчики, офисы. Народ шнырял туда-сюда, а сегодня тёмные глазницы, окон и здоровенная табличка на дверях. Аренда 8-916, ну и так далее. Мы чё, повторить хотим? Бей своих, чтобы чужие боялись. Да, знаете, кажется, что воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению. Ну, вы знаете, это... Но есть такое. Под этим есть определённое основание. Вы понимаете? Да, вот говорю это с придыханием, что называется. Ну, какие основания? Ну, во-первых, весь так называемый малый бизнес у нас во все нулевые года был связан с торговлей. Ну, весь практически. То есть я правильно понял? Торгаш-жулик. В сознании народа. Мы же так говорим. Я же про вас. Знаете, я же тоже часть этого народа. А чё смешного-то? Всё. Не хочу продолжать. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok